Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех. Сегодня 13 января, пятница. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 10, днём 0, плюс 5. В горах местами плюс 5, плюс 10, ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 7. Днём 1,3 градуса в тепла. Ночью и утром на дорогах гололедится. Шагая в ногу со временем, специалисты управления Росреестра по Карачаево-Черкесии вывели свою организацию в десятку лучших территориальных органов по стране об эффективности деятельности и высоких показателях. В беседе с нашим корреспондентом рассказала руководитель управления Аминат Бачаева Фатима Даурова о подведенных итогах. Одной из основных задач, стоящих перед управлением в прошлом году, было выполнение поручения президента России Владимира Путина о внесении в единый государственный реестр недвижимости всех границ субъектов страны, муниципальных образований, населённых пунктов, территориальных зон. Подводя предварительные итоги, можно сказать, что в течение этого года нами была проведена совместно с Казастровой палатой Карачаево-Черкесской республики следующее мероприятие. Были внесены границы 30 муниципальных образований. Из 100 муниципальных образований субъекта, из 148 границ населённых пунктов внесены 130. Осталась очень маленькая цифра. По территориальным зонам тоже продвинулись, можно сказать, более 50 границ территориальных зон были поставлены на учёт и внесена вся информация в единый государственный реестр недвижимости. В рамках реализации 518-го федерального закона по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости и направлению сведений о них для внесения в единый госреестр недвижимости тоже была проделана большая работа. Если мы будем говорить о цифрах, можно сказать, что более 50 тысяч объектов ранее возникших прав уже поставлены сегодня и права зарегистрированы. То есть вся эта информация внесена в единый государственный реестр недвижимости. Более тысяч ранее учтённых объектов недвижимости также внесены. И с учёта снято более двух тысяч объектов по субъекту нашему. Но работа по реализации данного федерального закона продолжается. Второй не менее значимой задачей, с которой справились сотрудники управления, это повышение доли услуг, рост реестра в электронном виде. Шагая в ногу со временем и отходя от бумажных вариантов, результаты по сравнению с прошлым годом достигли более высоких показателей. Подача заявлений в электронном виде увеличилась на 6 лишним процентов. Создание единого окна упрощает для граждан процедуру обращения. Теперь нет необходимости простаивать в очередях в многофункциональных центрах. Сокращается срок регистрации. В течение 1-5 дней все заявки рассматриваются и оформляются выписки. Можно сказать и коротко по подаче электронных заявок в электронном виде по ипотекам. То есть коротко ипотека за 24 часа. Более 1600 заявок граждан мы зарегистрировали в течение 24 суток. Это более 83 процентов. По итогам деятельности за 2021 год управление Росреестра по Карачаево-Черкесии оказалось в десятке самых лучших среди коллег. Всего по стране насчитывается 81 территориальный орган. По эффективности работы специалисты республиканского управления тогда оказались на седьмой позиции, а сейчас стремятся улучшить свои показатели. Фатима Даурова, Вести Карачаево-Черкесия. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит Вести Северный Кавказ. Затем программы русской редакции. А в 14.30 смотрите Вести Карачаево-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Оставайтесь с нами на канале Россия. Продолжение следует...